Мы поднялись на высоту и повсюду увидели белые флаги. Интервью с ветераном войны Ровшаном Мехтиевым. Вреди героев, принимавших участие в боях за территориальную целостность Азербайджана, был и 24-летний житель Баку Ровшан Мехтиев. Он прошел всю войну, участвовал в победных боях за шушу. Не так давно Ровшан Мехтиев вернулся домой и поделился с медиа. Эйзи своими воспоминаниями. Расскажите, как вы оказались на фронте? Я был призван в армию в 2014 году, прослужил полтора года в артиллерийской бригаде. Когда уже была близка демобилизация, началась Апрельская война 2016 года. А когда началась Вторая Карабахская война, в первую очередь призывали тех, кто уже служил на передовой. В конце сентября, меня призвали на военную подготовку, а потом отправили служить в мотострелковый полк. С чего для вас началась война? Нас привезли в Городис, а на следующее утро, мы уже вступили в первый бой на Физулинском направлении. Помню, как перед нами предстала полностью заминированная зона. Приходилось осторожно ступать по следам техники. Кругом мины, одно неправильное движение, смерть. Так мы прошли 25 километров. Мы еще не добрались до передовой, когда нас начали обстреливать из минометов. Наш командир, ряд офицеров и солдат получили ранения, некоторые стали шахидами. Чуть позже прибыла спасательная бригада с санитарами. Мы же продолжали двигаться дальше. Лично мне очень помогал опыт апрельских боев. Я по звуку распознавал траекторию летевшего снаряда. Еще мы поняли такую особенность. Противник начинал атаковать, когда мы шли тесными группами по 5-6 человек. Поэтому нам приходилось соблюдать дистанцию в 10 метров. Дальше на пути нам начали встречаться капониры, небольшие сооружения для ведения огня по двум противоположным направлениям. В них мы прятались, а также вели перестрелки. Для этих целей также использовали холмы. Бои за Физули считаются одними из самых сложных. Да, это правда. Дело в том, что в лесном массиве находилось большое и хорошо защищенное укрепление врага, с бетонными стенами толщиной в 6-7 метров. А под землей находился бункер, в котором размещалась военная техника, продовольствие, все, что необходимо для длительной обороны. Нам никак не удавалось туда проникнуть. Понадобились недели-две, чтобы наконец взорвать этот бункер изнутри. Это было непросто. Дело в том, что бункер имел несколько уровней защиты. Первый уровень был полностью компьютеризирован. По земле была проложена прозрачная веревка, если ее задеваешь, срабатывают стоявшие на треногах пулеметы. Это так называемые автоматические турели, стационарные устройства, способные самостоятельно или с дистанционным управлением выполнять поставленные задачи. Они располагались в самых неожиданных местах. Второй уровень, включал в себя снайперов, находящихся высоко на деревьях. А за стеной укрепления располагалась артиллерия. Как же нашим войскам удалось взять бункер, используя отвлекающий маневр? Пока наша рота шла в наступление, группы спецназа и разведки проникли в бункер, так сказать, с черного входа. В какой-то момент мы услышали взрывы и крики, доносящиеся из бункера. Мы поняли, что наши уже внутри. Противник к этому времени уже перестал стрелять. Когда наши всех там обезвредили, мы пошли вперед. А снайперы ретировались, как только почувствовали, что ситуация выходит из-под контроля. Как бункер выглядел изнутри, поразило количество боеприпасов и продовольствия. Лет на пять точно хватило бы. В бункере находилось 25 человек. Что произошло дальше? Мы двинулись по направлению к Джибраилу. Атаковали и освобождали вражеские окопы, один за другим. Чем запомнился поход в Хаджавент? Тем, что приходилось много идти пешком. Мы избавлялись от любого лишнего груза, кроме вооружения, разумеется. Нам пришлось избавиться даже от продовольствия и бронежилетов. В них двигаться было просто невозможно. Не могу не спросить о боях за освобождение города Шуша, в которых вы тоже принимали участие. В пять утра, дождавшись туманной погоды, мы двинулись в Шушу. Наш путь занял 14 часов. Враг ожидал, что мы будем продвигаться по дороге. Они собирались окружить нас, поэтому мы шли по лесам и горам. Эти подъемы и спуски дались всем очень тяжело. Мы часто останавливались, чтобы отдышаться, прийти в себя. Приходилось карабкаться по крутым подъемам, как альпинисты. Спускались обычно боком, держась за деревья и траву. Часто соскальзывали, падали, катились вниз, а потом вновь поднимались. На подступах к Шуша, к нам присоединился спецназ в составе около ста человек. Всего город освобождало порядка 400 бойцов. Три роты, в том числе наша, окружили город с трех сторон. Впереди шли спецназовцы. Мы помогали им тем, что сообщали о местоположении противника, перекрывали дорогу, чтобы к противнику не смогло прибыть подкрепление. К утру 8 ноября армянских военных в городе уже не осталось. Что было после освобождения города Шуша? Вечером 8 ноября мы двинулись в Лачин. Взорвали находящийся в Лачинском коридоре мост, чтобы враг лишился возможности получить подкрепление. А 10 ноября ночью нам сообщили, что война окончена. Мы поднялись на высоту и повсюду увидели белые флаги. Вам посчастливилось вернуться домой живым и здоровым? Да, но были мгновения, когда не думал, что вернусь домой, увижу родных и близких. Не раз прощался с жизнью. Множество боевых товарищей погибли у меня на глазах. Казалось бы, еще вчера вместе патрулировали, шли в разведку, шутили, а сегодня их нет. Произошло ли на войне то, что вы никогда не забудете? Да. В боях за Физули армяне окружили около 30 наших ребят. Они не смогли вырваться из засады и стали шахидами. Мы удивились тому, что армяне забирали с собой тела наших погибших ребят. Ведь они даже трупы своих погибших не забирали, а казалось, что они использовали их униформу. Надевали ее и приближались к нам, выдавая себя за наших. Были те, кто хорошо владел азербайджанским языком. Пару раз был свидетелем того, как к нам подходили, начинали разговаривать, а потом оказывалось, это были армяне. Естественно, мы их вычисляли и обезвреживали.